Узбекистан признан лучшим туристическим направлением 2024 года. К такому мнению пришли эксперты авторитетного международного издания «Лонали планет». Это объявление было сделано в Лондоне на одной из крупнейших туристических ярмарок-выставок. Победу Узбекистан заслуженно завоевал, обогнав почти 10 стран, в частях которых Хорватия, Индия, Чили и еще ряд других стран. Ну а мы сегодня расскажем о нашей традиционной туристической ярмарке-выставке «Туризм на шелковом пути». И покажем в этом выпуске самые яркие страницы. Ташкентская ярмарка-выставка ежегодная, традиционная, включена в реестр Всемирной туристской организации и ОНВТО. Причем с 1995 года, а потому статус у нее международный. В век интернета можно вести туристический бизнес и онлайн. Но ничто не может заменить живое общение, живых контактов. К тому же такой способ – востребованное средство для коммуникации, обретения партнеров. А потому на выставку «Туризм на шелковом пути» едут из разных стран те, кто хочет активно работать на узбекистанском рынке. Согласно последним данным ОНВТО, Узбекистан вошел в двадцатку стран мира с самой быстро растущей индустрией туризма. Все, с кем довелось беседовать в течение трех дней, а это представители более двадцати стран, признавались, что сегодня Узбекистан – одно из ярких и перспективных направлений для развития устойчивого туристического диалога. Интерес к нашей стране большой. В этом году я стала свидетелем значительного увеличения международного присутствия на Ташкентской выставке. Примечательно, что представители разных стран активно участвуют в панельных дискуссиях, демонстрируя глобальную перспективу Ташкентского форума. Это отражает растущий интерес к туризму в Узбекистане и подчеркивает расширение географии поездок и деловых связей страны. Встретили мы здесь и популярного российского телеведущего Андрея Малахова, приехавшего на Ташкентскую выставку в качестве, как он сказал, туристического дипломата. Можно сказать, что на этой ярмарке Андрей Малахов не просто телеведущий, а как туроператор, турпроводник. Как турдипломат, скажем так. Я здесь не только с миссией представить город, в котором я живу, но и, например, город, в котором я прописан. А это город Апатиты Мурманской области, где я родился. Это Кольский полуостров на границе с Швецией и Норвегией. Да, это культурная столица Арктики, ее так называют. Да, да, да. И рассказать, что у нас самые красивые северные сияния в мире. И я открыл там у себя на родине Центр современного искусства, где, кстати, есть работа американского художника Раушенберга. Один из классиков американского современного искусства. И там есть работа, сделанная после его поездки в Узбекистан. Он в Раушенберг, да, это такой малоизвестный факт, провел две недели в путешествии по Узбекистану. И вот вы сегодня в национальной очень красивой тунике. А это как раз работа сделана вот по мотивам вот этих национальных вещей, которые он увидел и тоже им восхищался. Собирательный образ Узбекистана, помимо самой церемонии открытия, где с приветствиями выступили председатель комитета туризма Умид Шадиев и первый заместитель председателя правления Узбекистан Airways Умид Хусанов, был представлен на отдельной тематической сессии, на которой было озвучено, что уже с начала года нашу страну посетили 5,5 миллиона зарубежных туристов. И что экспорт туристических услуг приближается к намеченной цифре 2 миллиарда долларов. Кстати, авиакомпания Узбекистан Хавой Юлары выступила генеральным спонсором этой выставки-ярмарки. Я приземлился узбекскими авиалиниями. Великолепный сервис, прекрасный борт, да и звучит музыка на востоке, на востоке. И ты сразу переносишься, знаете, когда-то в эпоху новогодних огоньков, в то теплое время, когда все как-то, знаете, были вместе рядом. Очень люблю знаменитое выражение Мелизоля. Ничто не развивает ум так, как путешествие. На самом деле это так. Ну что ж, сегодня мы с вами попутешествуем по Узбекистану. Конечно, за один день нельзя, наверное, никому посмотреть весь Узбекистан. А вот на туристической ярмарке туризм на шелковом пути такая возможность есть. И Узбекистану есть что показать. Только архитектурных и археологических памятников в нашей стране свыше 8 тысяч. Колоритная атмосфера царила в обоих павильонах – национальном и зарубежном. Но в этом выпуске мы сделаем акцент на регионах Узбекистана, на их туристических фишках. Декорации регионов не похожи друг на друга, что только подчеркивает многообразие туристического Узбекистана. Ташкент, например, соединил на своем стенде современные достопримечательности и магическое очарование улочек старого города, отраженных в картинах художницы Деларом Мамедовой. Вот мы спускаемся по лестнице. Это павильон Ташкентской области. Как будто скоро мы спустились и попадаем вот в такой ареал. Не случайно использован вот такой уголок, обложенный камнями родник, и вот течет вода. Вот такова особенность Ташкентского региона, который полон различных саев, рек, озер. Это благодатное место для отдыха туристов. Это продолжение вот этого родника. Там даже плавают рыбки золотые. Это относит к знаменитому комплексу Чинарос, где водятся такие рыбки. Но я хочу ваше внимание обратить вот на такие детали. Вот под стеклянным куполом находятся уникальные раритеты. Это кумганы. Они привезены из Алмалыкского краеведческого музея. Говорят, этому экспонату уже 300 лет, этому 200 лет. Представляете, какие раритеты экспонируются на этой ярмарке. А мы уже в Джазахском павильоне. И по ряду деталей сразу можно определить особенности этого региона. Вот, например, Козан Паттер. Только в Джазахском области делают такой хлеб, такую лепешку, которая напоминает такую круглую форму казана. И обязательно топленое масло. Ну и тандыр-гушт, конечно. Нас привлекла вот такая инсталляция. Здесь собраны седла. По-узбекски это называется. Эгар. Вот автор это. Дельмурот Ачельдыев. Мастер, ремесленник, который делает вот такие седла. А это сувенирное седло. Мальчики, подростки тоже увлекаются популярным видом. Это улог кубкарей. И, конечно же, седла обязательно. Сразу можно догадаться, что это джиза. Ну и, конечно же, ролик о всех достопримечательностях джизакского региона. Символ Самарканда – это барс. И он изображен на этой эмблеме. Это вход в павильон древнего города. Здесь на ярмарке они были представлены 22 туристическими компаниями. И в городе Самарканде сегодня 168 гостиниц. Вот вы представляете, какой большой рост произошел в этом городе за последнее время. Очень много туристов едет в Самарканде. Ну, это вы все знаете, дорогие телезрители. Просто хочется сказать, что настолько активно развивается туристический бизнес в этом регионе, что и авиационные маршруты пролегают в Самарканде, и автомобильные маршруты, и скоростные поезда едут в Самарканде. Самарканд, конечно, я считаю это просто тоже таким обязательным местом для путешествия. Вне ярмарки самаркандцы заключили около одной тысячи договоров. Гости из Китая признали, что их покорил древний город с его традициями, и они остались под большим впечатлением и хотели бы еще раз его посетить. А на стенде Хорезумского региона в качестве гида вела экскурсии студентка третьего курса университета мировых языков Махира Розакова. Давайте я немножко расскажу о этих головных уборах. Это национальный головной убор, который называется чугурма. Раньше ее люди носили и летом, и зимой. Летом она защищала от жары, а зимой от холода. Обычно делается из овечьей верблюжьей шерсти. Можете, если хотите, найдете, пофоткаться. Примерно. Попробуйте увидеть. Да, примейте. Прямо здесь, на стенде Хорезума, можно было провести экскурсию, познакомиться с различными интересными традициями, обычаями и даже примерить чугурму. Вот туристы, которые посетили эту ярмарку, делают еще и фотографии на память. А экскурсия продолжается. А вот вы расскажите, пожалуйста, почему здесь присутствуют вот такие интересные шахматы? Ручные они в Хиве сделаны. И они здесь, можете увидеть, минолеты, которые находятся в Хиве. Особенность в том, что они отражают минолеты в Хиве, которые находятся, самые земли. Первый раз вижу фигуры, где используются достопримечательности, памятники архитектуры. Минарет Ислама Хаджи, да, кальта-минор тоже. В Хорезме особенные лепешки отличаются от других гилоятов, и они большие и тонкие бывают. Здесь у нас, значит, есть из тыквы, они делают с маслом, и также мясом и луком тоже. И если пройтись по дыням, у нас в Хорезме они особенные тем, что у них насыщенный и более сладкий вкус, так как у нас климат другой отличается. И у нас в Хорезме выращивается более 25 сортов дыни, и каждый год проводится фестиваль дыни. В начале августа, чтобы демонстрировать урожай дыни. Ну и, конечно, нельзя обойти тему кукол, потому что традиционно именно в Хиве изготавливают вот такие куклы, да? Да. У нас очень знаменит кукольный театр, и они каждый день демонстрируют разные сценки по Ичан-Кале для туристов, чтобы туристы могли насладиться и почувствовать историческую энергию. А вот здесь вы привезли интересные кумганы, такие раритетные, шлемы. Да, они все исторические 19 века. Вот здесь люди раньше хранили молоко, воду, все жидкости. И эти были те, что использованы в 19 веке в Хивинском хансе в Ичан-Кале. Сам павильон тоже – это такая миниатюрная как бы Ичан-Кала. Вот мы видим там Кальта-Минор, и вот здесь уже стены самой Ичан-Калы. Так что такое увлекательное путешествие совершил каждый, кто посетил этот стенд. Вот рассматриваю буклеты на стенде Новои. Ну-ка, посмотрим, что здесь. Ох, как много здесь экскурсий. Вот сейчас зайдем, посмотрим, что именно предлагают на этом стенде. Да, турпакет так и называется Синтоп. Это туристический кишлак, который совсем недавно вошел в международный реестр туристических деревень и был признан лучшей туристической деревней. Действительно, это уникальное место, и до нее была, рассказывал об этом кишлаке. Этот кишлак был заселен в XIV веке, и там находится, видите, пещера, которая сохранилась со времен Чингисхана. Там есть источник минеральной воды для жителей деревни. И здесь, в этом кишлаке, готовится 15 видов национальных блюд. Я вот просто вам перечислю, какие есть турпакеты. Вот туристическое кольцо Лянгар. Тут же потрясающее место, ну это Синтоп. Здесь турпакет, а это Зармитан, экскурсия по КЗЛТП. Одним словом, туристические маршруты Новоийской области тоже очень увлекательные. Если вы захотите отправиться в этот тур, то непременно собирайтесь, и вы узнаете очень много интересного об этом регионе. Помимо того, что я сейчас сказала, там много тоже других интересных памятников. Музыка. 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 Добро пожаловать в Сардаринскую область. Смотрите, какие молодые люди нас встречают, улыбчивые, гостеприимные. Я, правда, до вот этого моего стендапа разговаривала с туроператорами из Сардаринской области, и они мне рассказали, что самые популярные – это три направления. Это первое – рыболовство. Очень многие туристы любят приезжать в Сардаринскую область. На втором месте – посещение верблюжьих ферм. Приезжают даже из соседних центрально-азиатских республик, чтобы выпить лечебного верблюжья молока. Это не только из Узбекистана посещают. Ну и, конечно, паломнические туры. Но еще и ремесленничество очень развивается, поэтому люди охотно приезжают тоже, особенно много покупают изделий из верблюжьей шерсти. Так что, как я уже говорила, каждый регион старается открыть что-то особенное, то есть раскрыть душу своего региона. Смотрите на Дуньё Буля программу «Все о туризме». Ну что ж, мы делаем несколько шагов и уже переходим на другой стенд. Это уже индустрия гостеприимства, гостиницы. Здесь на этом стенде представлен бренд «Азия». Я хочу сказать нашим телезрителям, что ровно 20 лет назад появилась первая сеть гостиниц в Узбекистане. Это была «Азия». И сегодня уже здесь пять представителей этого бренда. Вы представляете... Меня зовут Шукуров Маруф. Я генеральный директор гостиницы «Азия Бухара». И ваши коллеги. Давайте вот начнем отсюда. Директор гостиницы «Азия Самарканд» Валиев Ихтьер. Директор гостиницы «Азия Фиргана» Джалилев Шокир. И генеральный директор «Азия Хива» Романов Расул. Вот вы представляете, как расширилась эта сеть. Скажите, вот сегодня индустрия гостеприимства очень развивается в Узбекистане. Просто невероятное число отелей, гостевых домов. Ну и повышается требование к обслуживанию туристов. Вот какие стандарты сегодня. Открыть сеть – это хорошо. Сфера услуг – качество. Что делается в этом направлении? Открыть гостиницу – это, знаете, это одно. Но нужно уметь работать в гостинице. Нужно знать, как обслуживать туриста. Мы, наш девиз, мы должны так работать, чтобы этот турист в следующий раз вернулся в Узбекистан. Он доволен был от нас, от нашей услуги, от нашей сферы. Сколько человек в Фиргане работает в вашей системе? В нашей системе сейчас работает 81 человек. Сколько мест? Ну, место, у нас 131 номер есть у нас. Мы 245 человек возьмем, наверное, туристов возьмем. Государство помогает. Государство нам помогает. Вот сейчас есть такие кредиты. Субсидии. Да, субсидии. У нас были студенты. Им надо было какие-то кредиты оформлять. Мы дали им справки, что он работает по системе туризма в нашей гостинице. Ну, государство им помогает по льготному, по субсидии, все помогает. Ну, это очень большой плюс нашим работникам. И нашей гостинице, конечно, тоже. Постоянное повышение квалификации, обмен опытом в приоритете у ательеров самого первого узбекского гостиничного бренда. Мы каждый год 2-3 раза выезжаем за границу на туристический ярмарк. Мы бываем в Берлине, мы бываем в Лондоне. Вот мы недавно были в Токио, в Японию мы поехали. Вот это очень большая школа. Во-первых, в сети Азии имеется. И во-вторых, только что вы спросили, в чем вы отличаетесь. Наша гостиница на рынке, международном рынке, что имеем 20 лет своего авторитета. Во-первых, локация отелей, каждого отеля, как мы говорим, Азия-Бухара, находится в сердце Бухаре. Сердце Бухаре в самом старом городе. Каждая гостиница отличается своим локациям в первую очередь. И дизайном, наверное. И дизайном, это восточный дизайн обязательно. Общаясь с представителями бренда Азия, мы узнали еще об одной очень интересной новости. И сообщаем вам об этом первыми. То, что при гостинице Азия Хива открылся буквально неделю назад, санаторий. Это первое такое лечебно-санаторное учреждение именно при гостинице. На сколько мест? У нас будет на 80 человек, на 8 размещения. А что за лечение? Ну, санаторий-профилактория. Там, значит, будет лечение у нас. Ну, ванна, парафины. Также лечебные, там, грязевые ванны будут у нас. Ну, представляете, вот туристы, которые приезжают в Хивус, останавливаются, скажем, на несколько дней, они могут также и подлечиться. Это просто очень здорово, замечательно. Мы недавно были на открытии санаторий. Физиотерапия, игломассаж, массаж, сауна, сольная комната. Это все включено на стоимость этого номера. Мы это сделали нововведение за то, что в старом городе мы находимся. И могут наши туристы, кроме экскурсии, могут на следующем блоке спокойно получить медицинские услуги. А что нужно туристам после, скажем, утомительной многочасовой экскурсии? Конечно же, релакс. И самое время обратиться в санаторий-профилакторий. Вот что значит подход к расширению и диверсификации туристических услуг. Надо только захотеть и сделать. Ну а сейчас мы перенесемся в самый южный регион Узбекистана. И, конечно, вы знаете, что это Сурхандаринская область, Сурхандарья. Вы посмотрите, какой красочный стенд. И здесь представлены фотографии памятников Сурхандарии. И знаменитый ансамбль «Байсун». «Байсун» Трудно просто не зарядиться энергией этого коллектива. Впрочем, как вся Сурхандарья, которая дарит каждому путешественнику, каждому туристу самые яркие эмоции. Вы посмотрите, какие древние памятники, какие археологические раскопки там проводятся, и сколько открывается миру неизведанного. А чем богат туризм? Гастрономией, памятниками и, конечно же, своим фольклором, которые бережно сохраняют в Байсуне. А как известно, именно Байсунский регион, Байсунское пространство внесено в репрезентативный список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Но Сурхандарья приехала сюда с большой новостью. Буквально перед туристической ярмаркой там появился туристический кишлак «Сангардак». Да, действительно, у нас открылся туристический кишлак «Сангардак». А при нем открылся и санаторий. Рядом с водопадом можно и отдохнуть, можно получить лечение и можно просто получить удовольствие. Первый туристический кишлак в нашей области. Очень долго мы шли к этому, потому что это очень сложно. Кишлак – это не просто два дома, один ресторан. Это целая система, очень много для этого нужно. Всю инфраструктуру практически нужно сделать. Приезжают к нам наши коллеги из других областей и поздравляют, что все-таки есть в Сурхандарья свой туристический кишлак. Представители Ферганской области довольны. Туроператоры, ательеры, хунарманды обрели новых партнеров. По словам заместителя Хакима по туризму Ферганской области Хурши Джона Ахмедова, было проведено десятки переговоров. Заключены меморандумы с рядом стран. В частности, делегация Малайзии уже скоро собирается в Зиаратур по Ферганской долине. С партнерами из казахстанского Туркестана заключены договоры на 1 миллион долларов. С туркомпаниями Кыргызстана на 2 миллиона долларов, что открывает более широкие возможности для сотрудничества. Кроме того, по словам Хурши Джона Ахмедова, достигнута договоренность с египетской авиакомпанией Айр Каиро, предложившей европейцев, летящих в Египет, на два дня привозить в Ферганскую долину. Бухарцы, как всегда, ярко и колоритно заявляют о себе. За этими красочными представлениями стоят и цифры. С начала года в Бухарской области побывало около полутора миллиона зарубежных и три миллиона местных туристов. Их обслуживали 282 автобуса туристического класса. Здесь действует 564 гостиниц и гостевых домов. Работают более 120 турфирм. Кроме того, здесь создан этно-туристический кластер «Бухара Десерт энд Спа». Но что еще примечательно, этот регион представляла единственная женщина-охотница в Узбекистане и Клима Джураева, которая вот уже много лет популяризирует направление экотуризма. В основном охота проводится на территории Гиждуванского района, возле озера Ширкуль. К нам едут из Германии, Америки, Эмиратов. Со многими мы здесь заключили договоры. Это Саудовская Аравия, Малайзия. Около 20 договоров. Мы же еще и сафари устраиваем. Границы нашего путешествия раздвигаются, расширяются. И мы уже направляемся в Каракалпакио. Это один из посещаемых красивых павильонов на этой ярмке. Вы посмотрите, здесь и ансамбли. Хочу отметить, что на этой ярмарке были представлены 15 гостиниц Каракалпаки и 15 турфирм. У нас очень много в Каракалпакстане археологических городей. Их около 130. И очень интересно посетить различные городища, как Казалкала, Акшаханкала, где сейчас проводятся раскопки международной Каракалпакско-австралийской экспедиции в Акшаханкале, которая находится в Верунийском районе. У нас Топраккала, Казалкала находится в Туркульском районе. Желающие могут посетить этот памятник. Муйнак, конечно. Конечно, Муйнак-тур, где находятся кладбища кораблей, где находятся музеи, связанные с историей Аральского моря и музеи экологии нашего региона. Я представляю Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан. Он считается одним из старинных музеев Узбекистана, потому что открылся еще в 1929 году в прежней столице нашей республики Туркуля. У нас находятся свыше 80 тысяч экспонатов. Музейщик очень интересный. Там три отдела, которые представляют животный мир, природу нашего региона, археологию нашего края. То есть есть и музейные туры? Есть музейные туры, есть экскурсии, тематические экскурсии. И все эти рассказы дополняются также раздаточным материалом. То есть, чтобы все было наглядно. Вот, например, такой альбом издали, Welcome to Каракалпакстан. Я вижу даже здесь карту, которая складывается, вот, карта Каракалпакии. И она вот так, ну-ка, сложите ее для бараба, вот. Много буклетов различных турфирм. Еще одна новость специально для телезрителей, телеканала. Это была программа «Все о туризме». Вот, буквально сегодня совершенно новое издание. Это очень полное издание о Каракалпакии. Автор – это Софи Иббатсон, посол туризма Узбекистана и Великобритании. И Стефани Адамс, да. Такого издания еще не было. Оно на английском языке как раз-таки для зарубежных читателей и зарубежных туристов. Будет очень интересно познакомиться, потому что здесь обозначены все локации туристические, адреса, телефоны и большая информация о Каракалпакии. Потихоньку, потихоньку развиваем. Сейчас очень радостно, что очень молодые рвется туризм, потому что очень много со стороны государства льготы, поддержка, внимания. Поэтому вот у нас в Каракалпакистане туризм очень хорошо и быстро развивается. Узбекистан – это яркая гастрономия. И, безусловно, самый важный ее сегмент – это вкус. То, что представлено здесь, это наш шоу-рум. Мы представители большой сети ресторанов. У нас около 12 ресторанов. Также есть у нас второй проект, он называется «Хан Ахмат». Мы ресторан с сертификатом «Халял». Также у нас есть свои фермы производства, где мы производим говядину, баранину, курицу. То, что вы видите, представлено сегодняшнее мясо, это из наших ферм. Также у нас есть учебный центр, называется «Гастроэксперт», где работники нашего ресторана получают диплом. Также этот сертификат курируют по всему миру. Если вы у нас получаете сертификат, вы также можете спокойно работать за границей. То есть вы стараетесь держать высокую планку для того, чтобы к вам шли люди, туристы. Как вот с туристами вы общаетесь, с чем привлекаете? Для нас очень важно, что именно захочет предпочтить турист. Если они захотят национальный колорит, мы можем создать национальный колорит. У нас есть также национальные рестораны. Если наши дорогие туристы захотят что-нибудь другое, вот именно в сфере европейского ресторана, мы можем предложить и в этой сфере тоже. Если наши туристы захотят турецкую кухню попробовать. Также обслуживающий персонал разговаривает на разных языках. На английском, также на узбекском, также на таджицком, также на турецком, также на казахском, также на японском. Можно спокойно разговаривать. Поэтому у нас есть «Гастроэксперт», где нас обучает этому всему. Наш рассказ о выставке-ярмарке неполный. Свыше 300 компаний встретились в одной географической точке, чтобы продвигать как внутренний, так и выездной туризм. Наши учатся у зарубежных коллег. Зарубежные, по их признанию, перенимают наш опыт. Особенно соседние Центрально-Азиатские республики. Так что продолжение рассказа следует. Без ложной скромности скажут, что программа «Все о туризме» единственная, которая освещала выставку-ярмарку «Туризм на шелком пути» с самого ее начала. То есть в 28-й раз. И нам есть чем сравнивать. Вы сами видите, как сегодня динамично развивается сфера туризма. И прощаясь с вами, я как всегда желаю вам хорошего настроения, отличного отдыха и новых путешествий вместе с программой «Все о туризме». С вами была Эльмира Туфатулина. Путешествуйте вместе с нами и познавайте мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова